Дорогие друзья, уважаемые гости, дамы и господа, приветствую всех, кто пришел вместе с нами отпраздновать День России. В этом году мы снова отвечаем его в традиционном формате, проведением приема, после трехлетнего перерыва, вызванного эпидемией COVID-19 и в сильно изменившейся международной обстановке. В 2015 году, 7 лет назад, мы с супругой проводили наш первый украшающий прием по случаю для России. Своё выступление тогда я начал с того, что на наших границ, нарушение Минских договоренностей, украинская армия продолжает обстреливать мирными городами и поселками, ежедневно гигида гражданского населения, в том числе и детей, а запад, который в феврале 2014 года многословил государственным переворотом в Украине, покрывает и поощряет киевские жители. Тогда, в 2015 году, это продолжалось уже больше года. К нынешнему времени эта война Киева на Донбассе идет свыше в России. Нас все время спрашивают, неужели российская специальная военная операция была действительно необходима. Видит Бог, мы этого конфликта не желаем. Мы по-прежнему считаем украинцев по разному народу. Но так случилось, что он оказался под властью режима, который в угоду Запада пошел против России. Тем самым обрел свой народ, педагоги и стандарии. Милиция до бесконечности стен, за первым нашим границам, и кто, кто под контролем Запада, остается враждебным нам государством, а не Россия. Территория, которую осваиваются военными структурами НАТО, его военные машины набращаются, накачиваются оружием и нацеливаются против нашей страны, Россия не могла, как не могла закрывать глаза и на то, что в Адонбассе находятся в осаде и гибнут русские люди, что на Украине насаждается идеология крайнего национализма, русофобии, за сути, неон-нацизма, культ Бандераса. Подавляется образование, культура, средства массовой информации на русском языке, даже использование русского языка, культура, был спровоцирован антироссийский, по сути, раскол украинцам и православия. Россия до последнего пыталась договориться с Западом о взаимной гарантии безопасности, но США и их союзники не пожелали воспринимать наши долги в Сибирск. Когда президент Зеленский и его окружение прямо заявили, что минские соглашения выполнять не будут, когда страны НАТО отказались гарантировать, что Украина не будет членом нашего блока, когда до вторжения украинской армии на Донбасс встали считанные дни, Россия, если их ответственны, суверенное, сильное государство признало в зависимости от донбасса и луганской народных республик и начала специальную военную операцию в Донбассе и на Украине. Ее цель – защитить население Донбасса, обеспечить безопасность России и ее союзников, неблаговый демитаральный статус Украины, ее демилитаризацию, демоцификацию, законные права и русскоязычного населения. Пусть ни у кого не будет и людей, задача операции поставленной президентом России будут выполнены, несомненно, или условно. Российские войска продвигаются вперед неуклонно, но без спешки, сходя к минимуму своей потери. Операция проводится ограниченными силами и средствами, с применением высокоточных видов вооружений, исключительно нацелем вооруженной силы Украины, неонацистских и прочих вооруженных формирований киевского режима. Мы стремимся максимально избегать жертв среди мирного населения, а в разрушении гражданской инфраструктуры, постоянно помня о том, что нам с украинским народом предстоит вместе восстанавливать мирную жизнь и самые тесные отношения между нами, как это уже происходит на территориях, освобожденных из-за власти киевского режима. Напротив, украинские военные, не имеющие в состоянии противостояния, в российских вооруженных силах и частных боях, постоянно отстреливая жилые кварталы города Донбасса, размещают свои традиции рядом с жилыми домами, объектами социальной инфраструктуры, используют гражданское население в качестве живого счета, пытают и убивают российских пленами и выкладывают в интернет видеозаписи и их зверсти. В этом конфликте России противостоит не только киевский режим. Его руками не вредим, но все войну с нами предотвестит юный запад и в военно-политической, и в экономической, и в информационной сфере, где с нами воюет западная инферия лужи, производящая огромное количество фейкеров, амифических украинских даримов, в правах преступлениях российских военных, ядерных приближающихся к рафе российской экономики, путинского режима и так далее. При этом на Украину и ее народу западную на приоритет, он готов воевать с нами до последнего украинца, для него главное сломить и походу Россию, припадать всем другим странам и утвердить свое мировое господство на вечные арминанты. Сейчас США и Союзники оказывают сильнейшее давление на весь остальной мир, добиваясь от суверенных государств, осуждения и изоляции России. Но времена западного села власти давно прошли и больше не вернулся. Большинство стран мира к антироссийской коалиции не пристегнулись. Россия не впервые стоять перед агрессией западного владения. Запад в очередной раз не дооценил нашу решимость, оставил свой суверенитет и свои интересы. В очередной разнообразительское общество сплотилось перед серьезными решениями. Это залог того, что в очередной раз мы победим и выйдем из этого кризиса, ставь сильнее, крепив свой суверенитет и свои независимости. Как говорили о нашей предке, когда не будет в Отечественной войне, наше дело правое, враг будет разбить, победа будет за нами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.